Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplan, и сегодня я вам рад сообщить о том, что наконец-таки игра про Гриффинов, то есть Family Guy в поисках всякого, вышла из бета-теста и стала доступна для всех. Вы, наверное, скажете, игра очень сильно напоминает игру про Симпсонов, которая вышла год назад. Да, это действительно так, но разработчик один и тот же, что той игры, что и этой, и поэтому это никакой не плагиат, а просто разработчики взяли за основу уже имеющиеся наработки. В этот раз мы будем играть за другую, очень сильно знакомую нам семейку и всех их друзей. Что же здесь произошло? Как вы, наверное, знаете, если вы смотрите данный мультсериал, что Питер постоянно во всех сезонах сражается с гигантским петухом. И в этот раз петух решил закрыть якобы телешоу Гриффины, и когда возмущенные горожане собрались, они с Питером снова устроили драку, и после этого был уничтожен весь Куахок. И теперь ваша цель — восстановить данный город и отомстить данному злобному петуху. Надеюсь, у нас это получится. Итак, мы оказываемся на ложечной улице, то есть Спун-стрит, и начинаем отстраивать свои дома и дома наших соседей. Вот он, дом Куагмайра, вот, собственно, сам Куагмайр. Нажимая на каждого персонажа, мы можем выполнять им различные действия, которые будут приносить нам деньги и опыт. Но самое главное — это выполнять различные миссии и, конечно, в конце концов застроить весь город и сделать из него просто конфетку. Ну что ж, давайте посмотрим, какие здесь есть миссии. Итак, «Я легенда» — миссия для Куагмайра. Необходимо помочь ему завоевать женские трусики. Давайте попробуем это сделать. А для этого перетаскиваем облачко с трусиками вот сюда, и Куагмайр пошел воровать трусики. Интересно, куда же он пойдет? Итак, он пошел воровать трусики Лоис, как вы поняли. В общем, это займет определенное время, конкретно полчаса, поэтому можно пойти попить кофе, позаниматься другими делами, либо же выполнить другие миссии. Итак, вот он, Джером, и нам необходимо его разблокировать. Чтобы его разблокировать, нам необходимо проходить различные миссии, которые здесь нужны. Так, нам нужна травка. Чтобы получить травку, необходимо либо с помощью Криса поймать бабочку, либо же с помощью Питера станцевать под его любимую песню. Да, это та самая песня про птицу-синицу или серфинг-берт. Питер весело танцует, и это все веселое занятие займет у нас около одной минуты. Одна, наверное, из моих любимых серий про эту песню, и очень рад, что они вот этот вот веселый момент все-таки в игру засунули. После того, как мы все вот эти вот частички соберем, мы разблокируем Джерома, и уже за него тоже сможем выполнять различные миссии. Естественно, вот этого ничего не было, это я уже все разблокировал, раскрыл и построил. Какие здесь есть у нас персонажи? Кстати, вот сейчас я перешел в мультивселенную с Тьюи, и давайте посмотрим, что же здесь имеется. Это город, который вам предстоит отстроить, у вас будет примерно вот это вот и иметься. Вот, кстати, смотрите, Петролет, или как-то так он называется. И вот вы можете посмотреть, что вы, в принципе, в будущем сможете здесь построить. Здесь раз в день можно собирать дополнительные монетки, устрицы и так далее. Но я так как уже это все собрал, этого ничего сейчас делать не могу. Давайте вернемся в наш реальный мир и посмотрим, что же здесь есть еще. Кстати, здесь есть своя социальная сеть под названием FaceSpace. И вы можете заходить на страницу любого персонажа данной игры. Вот, кстати, все персонажи, которых вам предстоит открыть. Здесь, в принципе, их не так много, но все они очень главные, значимые и любимые нами. Давайте зайдем на страницу Питера и посмотрим, что же он здесь пишет. Так, он пишет различные записи про то, что он вообще делает, что делал. Вот, например, пишет «Здорово, никого нет, весь город в моем распоряжении». Так что пора погонять Лысого на газоне. Вот такие вот азарные записи мы можем смотреть на страницах в социальной сети наших героев. Это достаточно интересно придумано. Можно, кстати, этими записями делиться, потому что здесь разные шуточки, приколюшечки. Но, собственно, это понятно, для чего сделано, для продвижения игры. Но мне такой подход, если честно, очень даже понравился. Так, давайте выйдем. Со всех домов можно собирать ренту. Она вам дает золото и также еще опыт. Вот, кстати, Питер станцевал. Получили мы пакетик травки. Давайте отдадим ее Джерому. И теперь, что же нужно Джерому? Ему нужно макбургер... что? В общем, ему нужен гамбургер. Для того, чтобы строить... производить гамбургеры, нам необходимо будет построить вот такую вот закусочную. Давайте ее, собственно, здесь и воткнем. Чтобы строить здания, необходимы рабочие. Чтобы были рабочие, необходимо их нанимать. У нас только один рабочий. Они стоят очень дорого. Их можно покупать только за устрицы. И поэтому устрицы копить вам придется достаточно долго. В общем, мне, в принципе, игра понравилась. Несмотря на то, что она вышла из бета-теста, в игре присутствуют некоторые лаги. Например, один из лагов, который я обнаружил, это если мы свернем игру, то в игре что произойдет? В игре пропадет звук. То есть звук будет точнее, а вот музыки не будет. Это, конечно, очень печально, но надеюсь, все-таки разработчики это подправят. И несмотря на то, что игра так долго была в бета-тесте, очень странно, что такие вот какие-то простые глюки, баги в ней присутствуют. Хотя, наверное, разработчики по-любому должны были свернуть и развернуть игру и удостовериться в том, что звук в игре присутствует. Но, возможно, чтобы играть, не нужно игру сворачивать, а нужно выполнять просто различные миссии. Если вы фанат игры, точнее мультсериала Family Guy, то вы просто обязаны и поиграть в игру, сделанную по мотивам данного мультсериала.